Чуть больше месяца остается до празднования Дня животновода в Краснодарском крае, который будет отмечаться уже третий раз. В области животноводства Кубань – один из лидеров Южного федерального округа. Именно благодаря кубанским животноводам можно говорить об устойчивом развитии этой важнейшей отрасли. На хорошем уровне работают и славянские животноводы. Отличных результатов добились в минувшем году труженики молочно-товарной фермы закрытого акционерного общества «Приазовская». Они сохранили свое поголовье. На ферме 400 коров и всего более 1000 голов крупного рогатого скота. За год здесь получили 3576 тонн молока. Надой на корову составил 8940 килограммов, что выше показателя предыдущего года на 418 килограммов. Выход телят на 100 коров составил 83 головы. И это лучший показатель в крае. Накануне Нового года животноводов приехали поздравить с праздником глава Славянского района Роман Сенеговский и генеральный директор ЗАО «Приазовская» Иван Сирота, который отметил, что несмотря на то, что минувший год был нелегким, труженики хозяйства поработали очень хорошо. Многого добились животноводы. Они работают стабильно, высоко держат марку хозяйства. И в 2021 году есть надежда на лучшее. Он нам принесет, думаю, что лучшие результаты, лучшие урожаи, лучшие надои, лучшие привесы. Все это у нас будет. Ну и от этого обязательно производная заработная плата будет увеличиваться. Ради этого мы работаем, ради этого мы тут встречаемся. И каждый именно сюда приходит, чтобы получать достойную заработную плату, содержать свои семьи и самим достойно жить. Мы обязательно строим свои планы. И по жизни, и в работе, и дома. Поэтому я думаю, что любой из вас, и из нас обязательно что-то планирует на будущее. Пусть ваши планы, которые вы наметили, обязательно сбудутся. Все это у вас дома приумножится. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул, что Приазовская отличает стабильность в работе, высокая ответственность. Отсюда и хорошие результаты. Хозяйство стабильное, вы молодцы все. Как бы Иван Алексеевич ни говорил, где-то, может быть, меньше получили урожая. Но сегодня хорошая цена на урожай. Это тоже о многом говорит. Спасибо, что все средства, которые зарабатываются на предприятии, они здесь и вкладываются на улучшение условий труда, на развитие. Хотелось бы, чтобы все плохое осталось в этом году, чтобы все были живы-здоровы, были живы-здоровы ваши близкие, чтобы эта эпидемия, чтобы она отступила. Конечно, я хочу пожелать, прежде всего, здоровья, благополучия вашим семьям. Теплые слова и наилучшие пожелания в адрес животноводов были им очень приятны. Они настроены на то, чтобы и в нынешнем году добиться новых впечатляющих успехов в своей работе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.